Мы прошлись с жильцами и с мужем по всем этажам. Выявили, что отключение электроэнергии произошло только у меня, только в моей комнате. Щиток опечатан только мой, то есть двумя детьми. Сейчас я готовлю у соседей. Приняли решение снять ролик и обратиться к президенту. Почему? Дети маленькие, малолетние, они не знают, кому им нужно обращаться. Они все-таки понадеялись на президента, который каждый день с телевизора говорит, что он поможет. Нет материалов или желаний, просто потому что все отпахло. Я год ждала, пока это все просохнет, год. Ждала и жила, как бичевники, честно говоря, не ремонты делала, ничего. Потом, когда высохло, я снова заштукатурила, снова по новой, сделала новые обои, полностью капитакабы ремонт. И вот он, здрасте, вам приехали. Та же самая история повторяется. Ну вот провода у нас тут, видите, уже горели. Сантех, ой, Тони, электрики, когда приходили, попросили, типа, ну, сделайте что-нибудь тут. Он сказал, ну, вот, что мы вам сделаем, вот, только замотаем снова, и все, говорит. А потом, как загорится, говорит, так вызывайте нас снова. Кирпичи, конечно, вывариваются, но хорошо сменены на нашу голову. Сегодня или завтра стена выпадет? Мы не знаем. Интересно, если первый этаж провалится под землю, то у нас будет четырехэтажка? На очень особом контроле этот дом находится у управляющих компаний. Осуществляется постоянный мониторинг и конструктивных элементах, инженерных коммуникаций. И, конечно, все эти действия, которые проводились по где-то нарушению общедомового имущества, приведению его в негодность, состояние, управляющая компания приведела в нормативное состояние. Субтитры создавал DimaTorzok